Бывший министр финансов России, а также известный авторитетный российский банкир Михаил Задорнов дал интервью изданию Форбс, в котором заявил, что у России нет шансов победить в долговременном противостоянии с Западом, а также спрогнозировал, что экономику Путина ждет неизбежный крах. По словам Задорнова, в случае длительных боевых действий в Украине Россия просто не выдержит экономического соревнования со странами НАТО, поскольку ресурсы сторон попросту несопоставимы и Россия не может тягаться со всем цивилизованным миром, который поддерживает Украину. Российский военный бюджет в долларах составляет ровно одну десятую от американского. А если мы сложим ресурсы тех стран, которые начинают поставки вооружений в пользу Украины и суммарный объем ресурсов, которые они могут выставить при затягивании конфликта, то, поверьте, можно сложить в столбик, это абсолютно несопоставимые величины. Весь расклад ресурсов, он предопределен. Не в нашу пользу. Не в пользу России, да. Полным провалом, по мнению Задорнова, также закончится и попытка России жить в режиме осажденной крепости. Ну вот это, когда они говорят, что у них импортозамещение, что они сами будут производить аналоги западных товаров, им западные товары и не нужны вовсе. Задорнов прямо говорит, что никаких возможностей для того, чтобы производить высокотехнологичную продукцию у России Путина нет. Это для него совершенно нереально. И тот, кто сейчас утверждает обратное, просто врет. По сути, это оборудование в Россию не поставляется. Ну, особенно есть технологии двойного назначения. И здесь ему нет действительно замены. То, что мы можем произвести все там сами, даже за какое-то время, это, конечно, иллюзия абсолютно или какой-то политический лозунг. Часть оборудования мы, в принципе, никогда не производили и производить его не сможем. Ну, то есть технологическое отставание будет серьезное? Безусловно. На самом деле, чтобы увидеть и понять такие очевидные вещи, не нужно быть министром финансов или банкиром. По-моему, уже просто все адекватные нормальные люди давным-давно поняли и увидели, что произошло. И осознали, что за вот это идиотское абсолютно безумное вторжение в Украину Россия заплатила уже какую-то непомерную цену. Она несет огромные убытки и рано или поздно надорвется, потому что долго это продолжаться не может. Ресурсы просто закончатся. Закончатся. Мы видим, что проблемы уже есть. Только недавно я поднимал эту тему, говорил о том, что в бюджете России уже огромная дыра. Там в месяц не хватает больше триллиона рублей. Это очень много. Неоткуда компенсировать эти убытки, потому что падают доходы от всего. От продажи сырья. То, что раньше приносило деньги, больше не приносит. Брать деньги неоткуда. Соответственно, нет больше денег на продолжение этой авантюры. И рано или поздно все рухнет. Потому что ситуация эта только ухудшается. Денег все меньше. Санкций все больше. Эта санкционная удавка только затягивается. Ощущается нехватка оборудования. Потому что то, что успели раньше завести, оно сейчас еще работает. Но оно же выходит из строя. А завести новое невозможно. Старое изнашивается. То есть, соответственно, не будет хватать комплектующих. Не хватает оборудования. Не хватает средств. И таким образом, вот это отставание России от Запада будет только усиливаться. То есть, Россия будет только-только дичать и погружаться в эту отсталость. А Запад, наоборот, там технический прогресс продолжается. То есть, они продолжают развивать свои технологии. Соответственно, эта пропасть только растет. И, казалось бы, это понятно уже всем. И для всех уже, наверное, очевидно, в том числе мы видим и в самой России. Вот люди уже прямо говорят, что, наверное, единственный выход это просто все это прекратить. Оставить в покое Украину. Как-то дальше нормализовать отношения с Западом, с соседями. Потому что иначе будет крах. Но Путин этого не делает по одной простой причине. Потому что он не хочет признавать поражение. Он просто затягивает вот этот процесс. Затягивает войну. Ну, понимая уже прекрасно, что никакой победы не будет. Он просто ее затягивает, чтобы не проиграть. Таким образом, он просто увеличивает для России итоговую цену, которую придется заплатить. Повторюсь, всем нормальным людям это понятно. Но вот из-за одного безумца, который все это продолжает, продолжается. И вот эта вся история, которая в конце концов обойдется в первую очередь России страшно дорогой ценой. И очевидно, возможно, Россия уже просто никогда не преодолеет последствия вот этой всей истории. Это абсолютно идиотской путинской авантюры. Подпишитесь на канал, друзья, если вы до сих пор еще не подписаны. Поставьте лайк, оставьте комментарий к этому видео. Это поможет ему получить больше охват. А вы видите, что ситуация, которая здесь описывается, она очень важна. Очень важно, чтобы в самой России люди понимали, к чему все идет. Видели, что уже сами российские элиты все поняли. И не питали никаких иллюзий по поводу того, что Россия там кого-то победит. И что эта вся история может еще для России как-то хорошо закончиться. Известный российский телеведущий и пропагандист войны Сергей Мордан в прямом эфире с горечью признал, что украинцы гораздо более едины и мотивированы, чем россияне. К примеру, Мордана очень разозлило, что украинские артисты и певцы искренне, по зову сердца, бескорыстно поддерживают свою страну в трудную минуту. А российским артистам никакая война не нужна. И если они соглашаются поддерживать агрессию против Украины, то исключительно за деньги. Это часть ментальной войны. Вроде бы один народ, но только у них вся эстрада, как по щелчку, стала патриотической. Ого! Невероятное открытие. Столько лет врали, что мы один народ, а по факту, смотрите, выходит, что не один народ. А совсем даже разные народы. Опять реальность не соответствует методичке, да? Без команды, без денег, без участия в концертах, в лужниках. Просто по зову сердца абсолютное большинство. А наша творческая интеллигенция показывает фигу в кармане по-прежнему. И если и согласиться петь патриотические песни, то только за бабло. Вот больше всего мне нравится, когда все эти российские пропагандисты и лжецы сталкиваются с реальностью и обнаруживают, что ложь, которую они годами распространяли, совершенно с реальной жизнью не совпадает и ей не соответствует. Вот годами все эти люди, все эти морданы рассказывали, что украинцев вообще никаких не существует. Это выдуманный фейковый народ. На самом деле украинцы это русские. И украинцы не будут защищать Украину, а если только российская армия на границе появится, украинцы сразу побегут ее с цветами встречать. Это же они все выдумывали и распространяли. А теперь, когда обнаружилось, что это все оказывается не так, они сами такие, ой, а как же один народ? А где же один народ? Почему? Почему этого ничего нет? Почему не работает то, что мы рассказывали? Они рассказывали годами, как там Украина выдуманная искусственная страна, Украина страна 404, да, вот помните, они любили этот термин. И тут выясняется, что оказывается Россия ничего не может сделать с этой якобы там выдуманной искусственной Украиной. Тогда возникает вопрос, если Украина выдуманная, искусственная, фейковая, но при этом более сплоченная, более единая, вот эти выдуманные якобы украинцы готовы более отчаянно, да, отстаивать свою страну, то тогда, ну, логичный же вопрос, а кто тогда государство 404, Украина или Россия, которая ничего с Украиной сделать не может? Ну, по их же собственной логике тогда получается, что Россия еще более фейковое государство, чем Украина. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео, пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео.